Девушки отдыхают Господи, благослови наши занятия Не дай уклониться ни на право, ни на лево От истинного понимания Божественного Слова Прибудь с нами в этот день Сохрани нас в любви согласия и на мысли по слову Глава тебе чести, поклонения, Отец, Сын и Святой Дух Аминь По имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Послание к христианам Святого апостола Павла, 4 глава, 7 стих Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова Если все, как говоришь, общее Столкование Если все, как говоришь, общее Почему же один имеет больше дара, другой меньше Ибо это возбуждало в них, в коринфинах и многих других зависть Разрешая это, апостол говорит, что каждому дам дар в той мере, как определил даровавший Большой Богу Посему, так как этот дар, будь доволен, потому что ты все-таки его получил А не дам он тебе как нечто должное А так как эту меру определил Бог, то не любопытствует Ибо если Бог определил то, конечно, это сделал вполне соответственно Итак, необходимое и без чего нельзя быть христианину, это общее для всех А если кто-то имеет несколько больший дар, то ты не скорби, потому что и больший труд соединяется с ним Как об этом скажет следим И не сказал по мере веры каждому, чтобы не предались молодушию те, которые имеют мало ее Но в хотении дающего полагает меру, чтобы вовсе даже и не дерзали рассуждать Пожалуйста, вопросы у кого-то есть Да, Тихонич, есть что добавить? Но здесь что добавлять-то? Надо только помнить, кто ты Происхождение свое И тогда ты будешь понимать, нечем гордиться Все, что есть, это благодать А больше или меньше, тут исследовать не надо Просто надо трудиться Поэтому сегодня большая беда Я сейчас только прослушал один видеоролик Сергей Козлов, парализованно, разговаривает с двумя священниками Одновременно И там один мирской человек Александр Андрусенко И они все оправдывают Никаких канонов, ничего не надо Совершенно Это на то время, на все То есть такое лукавство Даже вот так внимательно смотрел, как будто смотрю фильм какой-то В котором показывают двух убийц Они ничего не понимают И мысли себя вне этого священства не знают А вот с канона написано До 30 лет, если ты рукоположен, ты незаконный Тебя извергать надо Он слушать не хочет То есть это совершенно не православная вера И доводят людей до того Люди близко знакомятся с ними Бросают все, идут в секту В любую, лишь бы только не быть в православии И они ничего не понимают Подхихикивает, сидит Говорит о страшных вещах О вечности, об огне, огне Огонь Ну свечку одну поставь тебе на ладонь Ты отожги палец-то И поэтому Ни о какой благодати, никакой речи нет А народ слабый Экономия Там придумали конфессию Номинацию сектантов Прикрыли слово ересь Есть православные, есть еретики Вот тут разделяют точно Ты не православный Дальше доказывать надо еретик А эти придумали слово и экономия То есть каноны не нужны Люди слабые Можно грешить, беззаконничать и вести в ад Они миллионы людей в ад столкнули, эти попы И обо мне все время вспоминают обо мне А Лапкин планку поднимает Так Павел говорит, бегите, чтобы получить Я не просто воздух бью Они сказать не могут, сделать этого не могут Он говорит, я стал ходить Ну хоть до колен были юбки Сейчас разрезаны выше колен То есть все наоборот И поэтому смотреть, что где-то люди по форме одеты Благоговейно Они ненавидят это Они враги чистоты жизни Он даже не понимает, что говорит Ну просто Заряди Границы церкви называется ролик Границы церкви Он не понимает, что благодать в любой обстановке Позволяет тебе сохраниться Не быть стукачем Не быть сексотом А это что? Сергианцы Никаньяни Нет того безумия, которое бы они не стали оправдывать Я кое-как досмотрел Да ролик большой Сейчас 42 Но дослушал до конца Есть что сказать Я тебе даже скинул здесь Обязательно выбери время Как-нибудь посмотри один раз Что упонять А тот, который в православии Это уже полностью расшатали Они ему психику А что делать? Работать Вот в этой обстановке и работать Работать Ну а как, когда заключенные Вокруг тебя столько людей Все неверующие Все курят Все матерятся А ты сделай так, чтобы как луч прожектора шел Чтобы к тебе обращались А они этого не знают Косички отпустили И думают, в этом все Я под впечатлением этого говорю А благодать, если Божия была А бы они верили По молитве Бог дает Ну, почему мы же людям Батюшка наш не разрешают Чтобы не постились Нет этого Почему никогда у нас разговора нет Если согрешила что-то И прощается Даже вот он выпил Ну и два года стоит В притворе Каноны не действуют У нас все действуют И они говорят Когда выгодно Вы берете Где выгодно Я беру Где Я не надеюсь на себя Я знаю Не выполнить Ни одну заповедь Ничего невозможно сделать Попутно посмотрел Сейчас в зоне Полковник Застрелил Шофера ехал Таксиста Полковник милиции Почему? Бога нет Причина одна Не потому что выпил Выпил потому что Бога нет Поэтому всю Каждому дается благодать По мере дара Христова А этот дар надо выпросить Молиться Доверяться Вот что могу сказать Это опыт Но они что Не умеют сами делать Они клевещут И все время Раз десять Меня только поминают В этом разговоре То есть они видят Что наша община не такая И мы говорим Грех не оправдывается А благодать помогает Побороть это все Они не верят в это Совершенно не верят Притом называют города везде Где бы ни было Везде одинаково Отошел Да Исфесянам 4.8 Посему и сказано Вошед на высоту Пленил плен И дал дары Человекам Толкование Что он дал дар Это говорит Видно из слов пророка Он дал даяние Человекам Но пророк говорит Ты получил дары А это то же самое Потому что Бог Даруя дары На замен Приемлет служение А кто получает дары Получает их для того Чтобы делать и трудиться Посему не должно быть Пратным На высоту же Вошел Или на крест Или на небо Вознесение Что даже Лучше Как видно Из последующего О каком же плене Говорит О плене дьявола Ибо он взял В плен дьявола И смерть И клятвы И приключений А также И нас Бывших под властью Дьявола И повинных Сказанного Вопросы? Вот и здесь же нам Я от себя добавлю Толкователь говорит Что посему Не должно быть праздным И раз дары получил И вот дары Для того чтобы Ну я хотел бы Что в комментариях Сказал Сказать Нет Игорь Подожди Я говорю Ты перебиваешь Сейчас Секунду И вот Впереди Игнарь Тихоев Говорит Что делать Работать Вот И тогда Дьявол Будет пленен Не надо трудиться Раз дары получил А раз они не трудятся Праздны Они Поэтому Ничем не занятая душа Хорошая кузница Сатаны А чем Они занимаются То что за другими Подглядывают А посматривают А сами то не трудятся И поэтому Такая ситуация Нездоровая Если можно так сказать Игорь Тихончик Часто называют Бесталанный Ну а они Этого Игорь Тихоеву Никогда И не простят И будут Да Так вот Я этот ролик Еще не смотрел Но я примерно Понимаю Так вот Почитался Игорь Тихончик Игорь Тихончик Игорь Тихончик Игорь Тихончик Это все Это все Для того Чтобы человек С надеждой Мог Спокойно Обратиться К Евангелию И жить По учению Христову Вот в чем дело А у нас Получилось Следующим образом Революция Произошла От того Что народ Связь с Богом Ну просто Не захотел Быть с Богом Поэтому Господь Как вот Царь Николай Оставил Этот народ Потому что Он дикий зол И Не хотите Без меня Пожалуйста Начинайте Трудиться Как вы будете А люди Без Бога Не могут Делать добро Вот в чем дело А Господь Оставил Евангельское Учение Именно Для того Чтобы человек Сверяясь С этим Учением Делал Настоящие Добрые дела Ты говоришь Что они Бесталантные И так далее У них Огромные Таланты Брат Если бы У них Не было Этих талантов То мы бы С тобой Когда Ходили На благовестие Не отбивались От людских Вопросов От кого Это А почему Это Они страшно Много Трудятся Как сатана Неустанно Их же много Их огромное Количество Они почти все 99% И только Успеваешь Отбиваться Так это Господа Евангелие Нам От Господа Не надо Нам Надо От патриарка Нам Надо От нашего Батюшки Нам Надо Чтобы Это было Православие А я Что На православном Не похож Ну Ну Вы Как Вы Выходите Что Даете Кому Так Православные Никогда Никому Ничего Не дадут Это Научение Священников Всех Подряд Поэтому Поэтому Мало Трудиться Трудиться Можно И на Злое Нужно Трудиться По Учению Христову Создавать Братство Христовое Маленькие Ну Христовое Братство Вспомним Написано Пременье Ну Пока Все Да Ну Талантливы На злое Талантливы На добро Талантливы Поэтому Они Бесталантные Я имею Ввиду Бесталантные На добро Поэтому И приходится Нам Очень тяжко В такой Ситуации Нам бы Параллельно Одно Дело Это Делать А то Получается Что Мы Против Крещения Идем Народ Понимает Действительно Это Тяжело Православные Никогда Ничего Даром Никому Не дают И все И прием Сразу Септанты Откуда Все Это Ничего Знаешь И понятно Вот Я хотел Еще Добавить Немного У нас Был Такой На нашей Памяти Игорь Рассказов От отца Павла Он В камнях Живет Был Когда-то Баттистским Дьяхоном Помнишь Его И Со мной Он Работал Полгода Мы с ним Работали В тайге Вместе И он Говорит Ну почему Получается У нас Баттизма Этого Не было Почему Ваши Священники Которые Вы Ходите Митрополиты Патриарх Вас И Гонят Вы Что Не Уйдете Это Просто Ну Ушли Б В Сей Общиной В Другое Место Да И Все Я Ему Начинаю Объяснять Главный Аргумент На Который Не Мог Ответить Это Христа Тоже Гнали И Все Христиан И Они Были В Меньшем Количестве И Так И Остались До Сих Пор В Еврейском Обществе Христиане В Меньшем Количестве Если Еврею Веровал В Христа Это Считается Невероятным Не В Си Нам Четвертая Глава Девятого Десятого Сти А Ваш Шоу Это Означает Как Не То Что Он И 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 Преисподние Места Земли Не Шедший Он Же Есть И Вошедший Превыше Всех Небес Дабы Наполни Все Полкование Говоря Здесь О Смирении Павел Указывает На Христа Как И В Послании К Филиппийцам 2.8 Говоря Как Он Не Отказался Сойти Так И Вы Не Отказываетесь Через Смирение Унижать Себя А Что Снизошел Это Видно Из Выражения Пророка Вошед Потому Что В отношении К Богу Когда Говорится Вошед Не Отходимо Разуметь Что Он Прежде Сходил А О Человеке Еще Нет Куда же Сходил Во Его Конечно Называет Преисподними Местами Земли По Общему Пониманию Как Говорил И И Сведете Седину Мою С Горестью Водров Бытие 44 30 И Давид Чтобы Я Не Уподобился Нисходящим В могилу Псалом 27 1 Итак Он Сходил В самые Нижние Страны За Которыми Уже Нет Ничего Другого И Вошел Превыше Всех На Чем Уже Нет Более Ничего И Это Схождение Не Воспрепятствовало Его Восхождению Посему И Вы Если Смирите Себя Вознесетесь Ради Того Он Это И Совершил Чтобы Все Наполнить Своим Владычеством По Плоте Так Как По Божественности И Прежде Все Наполнял Все Это Идет Против Павла Самосадского И Нестория Ибо Тот Который Сошел Очевидно Как Горний Обитатель Сошел И Через Воплощение На землю И Через Смерть В ад Один И тот Ж А Де Различный Вопросы А вот Здесь Есть Как Раз Что Есть Люди Которые Отрицают У Человека Душу Тогда Мы Говорим Место Писания 1 Петра 4 6 Для Тайвои Мертвым Было Благовествуемо Это Адвентист Седьмого Дня Так Называем Свидетели Юговы Они Говорят Мертвые Это Люди Были По Грехам Мертвые То есть На это Место Они Приводят Другое Благовествуемо Было Благовествуемо Ну а тут Как Сошел Куда В Преисподние Какие места Земли То есть Речь идет Не на землю Сошел Они говорят Сошел На землю А именно Преисподние Места Земли Понятие Абади Такое Что оно Где-то Внизу Хотя Иоанн Златоуст Говорит Где Находятся Мучения То есть За пределами Сегодня Выразиться Языком Нашей Галактики Вот где А почему Он говорит А где находятся Рудники Тогда Отбывали Срок В рудниках Не так Что сегодня Отказник Он В ШИЗО Сидит Авторитет Себе Зарабатывает Чтобы ему Получить Путевку Ворзакония А тогда Не было Его запятнали Заклеймили Железное Тобро Ему Уже не смыть Ничего нельзя Под землю Не понимает Этого Я вот сколько Встречаюсь Я говорю Так что правила Не нужны А зачем Они нужны То есть Они враги Православия А у него Форма надета Еще с ним делать Молиться Трудиться Образовывать Общины Прямо внутри Где есть приход Приход то есть А общины то нету Никто Никого не знает Исследования Слова Божия нет Даже вот так Как мы занимаемся Это Большая редкость И говорит Что я сказал Кто нарушит Одну из малых заповедей Спасется Как бы из огня Если спасется Тут надо понимать Вот так А я так и толкую Мои слова Откуда он берет Я никогда и не говорил Спасется То есть не уничтожится Я как раз это применяю В разговоре С отрицающему душу А не нагло Обманывать людей Что я говорю так Притом у меня В записях Везде Спасется Кто нарушит заповедь Блаженно нищая духом Блаженно плачащая За нарушение Одного блаженства Ну пройдут Говорят Как огонь Как это В огонь Из огня выйдет Из огня выйдет То есть Огненная река Перед престолом Он пройдет Останется живой Как уголь И брошен будет Преисподние места Вот что тут Можно увидеть В этих словах Это вот 4 и 9 Это редкое место Его надо запомнить Наизусть Если желаешь Кому-то открыть глаза Это место Не опровергается Иногда бывает Слово вечность Понимается И временное Но если в одном месте В Библии написано И будут мучиться Во веки веков Запитая День и ночь Все Это одно место Только есть В Библии Но в откровении И тут уже Ничего нельзя сказать День и ночь Во веки веков То есть Бесконечно На Бог Может эту бесконечность Повернуть Бог может Бог может Почему Потому что Уже есть Искупительная жертва Если там будет Раскаяние Вот на это Осипов может Опереться А не потому что Библия говорит об этом Нету в Библии Что временное мучение Написано 25 глава Евангелия От Матфея Пойдут все И в муку вечную А праведники В жизнь вечную Слово вечное О праведниках Принимают А в муку вечную Нет Почему Так он предназначен Туда Поэтому он против Потому демоны И просили Христа Чтобы не отсылал Он их в бездну А разрешил Войти в свиней Ну а что в свиньях То там Какие кишки Вонище А им это лучше Чем идти Преисподнюю Отошел Ну и вот у меня еще Одно место На память пришло Откровение 10 глава 6 стих И плялся Живущим Во веки веков Который сотворил Небо И все что на нем Землю И все что на ней И море И все что в нем Что времени Уже не будет То есть это откровение Если времени не будет То и Ну и невозможность Временных мучений Ну раз нет времени Они не могут закончиться Эти мучения А времени нет Все вечно Здесь говорится не о мучениях А о отсчете времени Который сегодня Было без времени До создания мира И будет после окончания мира Часы не нужны Отсчет суток годов не будет Его нету Только об этом говорится Чтобы мы научились ценить Сегодняшнее искусственно Придуманный отсчет времени Минуты часы Дни 12 часов в одни То есть и тогда было 12 часов И одного часа Достаточно покаяться Но человек не выбрал Я вот сегодня прочитал Правда у меня приходится Я пенсионер Время есть Как-то скидывает на меня Разное И одна биография такая Если кто желает услышать Долида называется Долида Она была итальянка Пела там О французском Во Франции была И как она жила Она решила Получить себе имя Да так Восемь раз выходила замуж Восемь раз И наконец полное разочарование Отравилась А теперь празднуют ей дни рождения Как будто это была Принцесса какая А там ни красоты Ничего нету Бога не обманешь И удовлетворения нет в этом Никакого Хоть сто раз ты женись Все одно и то же Удовлетворение есть Тогда когда ты Никого не обидел Прославил Бога И ложись со спать И на душе легко И во сне улыбаешься И во сне будешь проповедовать И сон дает Бог Легкий в усладу А на то смотреть не надо Что сказать Времени не будет А речь вот только о времени То есть отсчета не будет Никто не ссылается на это место Я поясняю Никто из святых отцов Это место не берет К толкованию о вечности Я не могу брать Значит они видели что-то другое А мне толковать не надо То есть никто из святых отцов Не будет времени Относить к вечному мучению Не относит Хотя ты говоришь правильно Все но Они не относят А я не считаю Что это какое-то откровение Я молюсь И передо мною Ничего нету Нету То есть отвечать нечего И я никогда В разговоре не употреблю Это речь идет О вечности В том смысле Когда говорится Вечно и день и ночь Вот это одно Абсолютно Неопролежимое место Ты можешь даже сказать Какое Зарядить День и ночь Два слова Заряди И сразу выскочит В откровение Не знаю почему Вот лично для меня Времени не будет Как-то больше меня убеждает А день и ночь День у него кончается Ночь тоже кончается Так Сережа Ты третий раз повторяешь Сергей Павлович Третий раз Это не надо Уже к спору идет Я не спорю Я сказал И все Дальше можешь Пять раз повторять Я не мудрю Мне не дано У меня нет Этой благодати Выше святых отцов А они Нигде об этом не говорят Ни Иероним Стридонский Ни Блаженный Августин Ни Анкронштадтский Зачем я буду лезть туда Я считаю Не надо И так доказано Что Вечность Но Бог Рассмотрит Вечность В свое время Может быть и по-другому Какой смысл Там заложен Потому что Говорится Если рабу понравилась Какая-то рабыня А он был в плену И он не желает выйти По окончанию срока И говорит Я полюбил ее Хочу быть там А он ее не отдает Эту невесту-то ему Тогда говорит Подойди к косяку Пусть тебе шилом Проколит ухо И будешь рабом вечно Но явно Что слово вечно Другой смысл имеет При жизни А когда умер Он и не раб уже Об этом его говорит И там Не слышит Говорит Криков погонщика И он поставил Одних апостолами Других пророками Иных евангелистами Иных пастырями И учителями Толкования И знаменательно Сказал Он Ибо тот Который так Позаботился о нас И который ради нас Не отказался сойти Даже до самых Нижних пределов Не просто Распределил дары Но Без сомнения С мудростью И пользой Как же после этого Ты скорбишь Что неблагоразумно Сделано распределение А в одном месте Говорит Что дух Разделяет Далее цитата В котором вас Дух Святой Поставил Деяние 20-28 И Все же сие Производит Один и тот же дух 1 Коринфянам 12-11 В другом же Относит это К отцу Иных Бог Поставил В церкви Во-первых Апостолами И так далее 1 Коринфянам 12-28 И Я Насадил Аполлос Поливал Но Возрастил Бог 1 Коринфянам 3-6 А здесь Относит К сыну Таким образом Единое действие Трех Первые Апостолы Потому что И дар Пророчества Имели А пророки Именно Новозаветные Не имели Апостольства Далее Иных Евангелистами Или Написавшие Евангелие Или те Которые Хотя не ходили Всюду Но Благовествовали Евангелие Подобно Прискиле И Акиле Деяния 18-2-3 Далее Иных Пастырями И Учителями Так Называют Тех Которым Вверены Церкви Епископов Как Тимофей Тит И им Подобные Но Можешь Разуметь Под пастырями И Присвитеров И Епископов А под учителями И Диаконов Даже Ибо И они Имея Звание Учистителей Посредством Слова Очищают Народ Вопросы Так Ну вот Здесь Про учителей У меня вопрос И даже Диаконов Вот У нас Каноны Церковные Запрещают Учить народ Если Нету Никакого Рукоположения Часы Диаконы Какие Тут Правила Есть Игнать Их Правила Есть И поэтому Их надо Соблюдать Какие Принято Такое Что Церкви Учить Не может Не имеющий Никакого Рукоположения Ну и Все Вы знаете Когда Раньше тут Собирались И батюшки Не было Проповедь Надо сказать Мы Переходили Страпезной Столы Опрокидывали Стол на стол Кверх ножками Люди собирались Я говорил Проповедь До времени Пока меня Не рукоположили Тогда Ты стал Говорить В храме Ну Получается Такое Я не знаю Я не пойму Зачем Ты сейчас Останавливаешься Когда Канун Есть И я Не знаю Ты Зачем Сейчас Думаешь О чем Будешь Думать Когда Другого Правила Нет Правило Одно Жены Ваши Церквах Молчат Все Если Они У сектантов Проповедуют Это Говорит Что Это Не Церковь Еще Доказательства Церковь Молчат А у вас Не молчат Значит Это Не Церковь Что Тут Понимать Мы Должны Научиться Мыслить Категориями Священного Писания Понимать Ничего Тут И не Надо Тут Надо Принять И И И И И И И Я хочу Понять Как Бог Сотворил Из ребра Женщину Сколько Реберта После этого Было 100 Миллиардов Да Умноженное Количество Реберта Которые Тайна Сия Есть Тайна Все Вперед Я Еще Хотел Опознать Мер Описание Матфея 28 Глава 24 Идите Научите Крестья Во имя Отца И сына Титар Духа Это Относится К проповеди К проповеди Да Всех Всех Верующих Всех Верующих На улице Где угодно Женщина Ребенок Могут Проповедовать В стенах Храма Там Где есть Престол Запрещено Их Считать Могут У нас Одно Время Тут Стали Как-то Считают Мою проповедь Считают Это нельзя Я сказал Даниила Сысоева Ну Игорь у нас Тут Считал Я сказал Нельзя Неутверждено Церковью Мне зачем Рассуждать Церковь Посановила Это Можно Считать Значит Тогда мы Считаем Иоанна Златоуста Определенно Общепризнана А не то Что они Сегодня Какого-то Канонизировали Я считаю Он Совершенно Не касается Сегодняшней Обстановки А тот Пятый век И касается Этой обстановки И мы У нас Считает Иоанна Иоанна Златоуста Считают Только Штецы А если Никого Не будет Тогда Он не Говорит Про Почитать Прочитать Можно Вот у нас Смотрите Деяния Апостолов И женщины Считают И мальчики Считают И девочки Пасхальную Ночь Они Ни слова Не добавляют Это Разрешается Почему Тоже Тогда Вот Этот Канон Есть Который Не просто Запрещает Мирянам В церкви Проповедовать А если Проповедуют Что потом Сорок Дней Дают Епитимью Не причащаться Чтобы Ну Миряне Миряне Они не рукоположены Это Я знаю Это Я никогда Не нарывался На это Правило Тебе Ты еще Об этом Заботиться Ты Законно Рукоположенный Поэтому Ты можешь Брать Златоуса Считать И проще Спасибо Христос Аллилуйя Куда Там Ушел Наш Руководитель Задумался Зил Я микрофон Выключил Простите Миряне 4.12 К совершению Святых На дело Служения Для Созидания Тела Христова Полкования Видишь ли Какое Достоинство Каждый Говорит Совершает Каждый Служит Делу Созидания Тела Христова Или Церкви Зачем Ты Скорбишь Как Получивший Меньший Дар Даже Некиты Содействуешь Совершению Святых То есть Пользе Верующих И Их Усовершенствованию Итак Смотри Получив Дар К Сожиданию Других Из Зависти К Большим Дарам Не Погуби Самого Себя Притом Если К Усовершенствованию Верующих Другой И Получил Больший Дар Пойми Что И Больший Труд И Служение Соединяется С ним И Больше Посему Ответственность А С другой Стороны Не Сатанинское Ли свойство Завидовать Тому Кто Совершает И Созидает Тело Христов Бога Противнику Ведь Это Прилично Эфисианам 4 13 Доколе Все Придем В единство Веры И Познание Сына Божия В мужа Совершенного В меру Полного Возраста Христова Полкование До тех пор Говорит Добно Всем нам Получившим Дары Делать Трудиться И Созидать Пока Не Придем К Единству Веры То Есть Пока Не Явимся Все Имеющими Одну Веру Не Отличаясь Подагматом И Не Имея Между Собой Разногласия В том Что Касается Жизни Ибо Тогда Будет Истинное Единство Веры Когда Познаем Сына Божия Тогда Будем Иметь Правое Мнение В деле Учения И Будем Сохранять Союз Любви Ибо Христос Есть Любовь Под Образом Совершенного Мужа И Меры Возраста Говорит Он О Совершенном Познании Догмата Равно Как И под Исполнением Христовым Разумеет Совершенное И Всецелое Познание Его И Веру Что Он Один Из Троицы И Равный Отцу Стал Человеком Единой Ипостасию В двух Местествах В Болях И Действиях И Что Вместе С телом Соросседается Отцом И Опять Придет И все Остальное Что Право Осем Мыслится И Говорится Так Как После Этого В Другом Месте Он Называет Наше Познание Несовершенным В Отличии От Будущего Знания А Здесь В Отношении Неизменяемости Познания Называет Его Совершенным Ибо Когда Мы Не будем Колебаться Тогда Будем Совершенны Как Видно Из Следующего Вопросы Глава Тихоновича Есть что По этому Работать Хоть Есть То Сказать А Говорить То Вроде Бы И Не Надо Люди То Уже Должны Знать Надо Не Вырывать Отдельный Стих Из Писания Но Пояснять Предыдущий Вот Он Как Раз И Ссылается Последующий Говорит Что Совершенный Совершенный По сравнению С тем Которое Открыто Людям Но Полное Совершенство Здесь Оно будет полное Только в вечности Вера нужна Вера должна Увеличиваться Переходите Из веры В веру Но придет момент Когда вера Вдруг не нужна А как это так Да так что Мы верили Вера что есть Осуществление Ожидаемой Уверенности В невидимом Осуществилось Что мы ожидали И теперь Невидимое Мы видим Мы находимся Со Христом Все вера Не нужна Вера полностью Закончила Свой Бег Свою помощь Это же самое И надежда А надежда Когда видит Говорит Чего и надеется А любовь Как написано Будет только Увеличиваться Как это может Бесконечно Увеличиваться Ничего нельзя Понять Может быть Какое-то Сравнение Дается Когда нам Что-то здесь Показывают А потом говорят Так это не все Еще Еще сейчас Покажем тебе Там зал Есть один Тронный зал Посмотрели Так это еще Не все И дальше Покажут тебе Там Где ты даже Не думал быть Как обедают Это цари Почему царица Савская Говорит Мне и половину Не рассказали О вас Что я слышала Какой порядок Какой чинность Она не натолкнулась На патриарших Защитниках Нечестия Я сегодня Еще раз И под роликом Не под роликом Отдельно написал Семинарии Академии Нужны только для одного Чтобы уметь Защитить Любое безумие Любое беззаконие Любой грех Оправдать Она больше Ни для чего Не нужна И вот они Выворачивают Обязательно посмотрите Границы церкви Два священника И как они говорят Интересно Как лица Меняются Смотришь Как будто фильм Сармат Смотрели Когда Там два убийцы Тайнах уколы В трамвае Или где-то едут Дали укол Человек умер На них похожие Лица прям Я не знаю Может мне так Показалось И все время Подхихикивают Говорят о страшных вещах И все подхихикивают И у них Результат у всех Одинаковый Это я сегодня Только что Поднабрался Вот понимаешь Скажешь человеку Заниматься нечем Коротко скажу Приносит мне Все время мясо И сказали Собак Здесь не кормить Я не кормлю А там далеко Где они есть Одна старая Подходит здесь Я увожу ее далеко Сюда Где краны стоят И кормлю А сегодня решил Посмотреть Где она Большой кусок Я ей дал Мне принесли мясо Она сразу схватила И бежать И я за ней По улице Она завернула Вдруг исчезла Я увидал Там есть Заброшенный пол дома Двор И она там Спряталась Оттуда смотрит Думаю Вот умная какая Я даже хожу рядом Не знал Что тут можно спрятаться Собака И она Вышла утром Она лежит У ворот моих Вечером вышел Второй раз покормить Я иду Она не отстает от меня Пока я не уйду Не спрячемся Та покормил И дальше Она побежала Я проверил И подивился Собака До чего же она умная И утащила И спряталась И оттуда На меня смотрит Вот как надо Получил этот дар Почему Бесталанты Называют священники Слово Талант Данное от Бога А они Что Хитрые Извительные Мстительные Злонравные Вот такие люди А это не талант Это Бестовщина Талант То что Бог дал Миролюбие Добродетель Милосердие Примирение Эти таланты Могут быть Только у тех Где Дух Божий Где благодать А Дух Божий Где свобода Они почему Бесталанты Потому что Бог дал им талант Они загубились Страхом своим Завалили его То жена Дети Куда я пойду Меня епископ Выгонит Среди зимы На мороз Мне священник Пишет Про таерей Вот сразу Меня вышвырнет Епископ Вот и все Мне Господь Позволил Это понять В первый же день Когда я обратился К Богу В 23 года Я понял Что для меня ценно Ценно вот это Так убрать Вот это ценно Убрать Вот это То есть Сделается Совершенно Неуязвимым У нас одну сестру Провожают Тут сотрудник КГБ Как-то хотели Завербовать Она близкий Наш был человек А она не под каким А вы знаете Мы про вас Такое можем Она остановилась Вы то ли мне угрожаете Вы знаете Кем я работала А кем вы работали Проводницей В вагоне Я была Супруга Всего мира К чем вы можете Напугать Когда все знают Я всем говорю Кто я Я не должна В храм заходить А меня Бог избрал Да нет Мы только так сказали Все Ты знаешь Где он тебя Сатана может Ущипнуть И прижать Вовремя отбрось И когда идешь За дорогой Мирись с соперником Отдай ему его Долг его Он тебе это вселил В тебя этот грех Брось его ему Я когда обратился Там было такое Одна пришла К ним каяться Ну шла мимо Услышала Поют И зашла И склонилась И стала каяться А он ей говорит Дьявол Ты каешься От тебя Духами прет От кого ты получил От кости А он На кораблях Это портовый город Венсполс Она так и Ахнула Да он на тебе Пальто Вот он в прошлый раз Пришел У тебя ночевал Она пальто сбрасывает Бюстгальтер Он французский привез Она сбросила Волосы пахнут Она выскочила Прям голая Во двор Давай в грязи валяться Ничего твоего нет Все даю тебе Сатана Дайте мне что-нибудь одеть И она сразу рассчиталась Вот как люди делают Я слышал Сам не видел Но мне рассказывают люди У которых я обратился В доме Миша и Аня Вот как И он прямо ей говорит Это мое Это он дал тебе Это поэтому надо Заранее высчитать Я 54 года Сделал вот этот расчет И все выбросил сразу И они меня не могут Уизвить ничем О чем ты напугаешься А священники связаны Они поэтому Бесталантные А поэтому Дан талант тебе Смело возвещать Где бы ты ни был Заботиться об обращенных Жить не для себя Все остальное Бог тебе даст Даст И тебе не Десятину будет жалко А жалко что Бог не позволил тебе Больше платить Или дьявол не позволил Господь может быть Другие обстоятельства Сделает Срам один Христианин торгуется Сколько Богу отдать Все 100% его Приносили Продавали И ложили к ногам апостолов Отошел Ефесянам 4.14 Дабы мы не были Более младенцами Колеблющимися И увлекающимися Всяким ветром Учениям По лукавству Человеков По хитрому Искусству Обольщения Толкования Будем же Говорить твердо И непоколебимо Держаться Той малой меры Которую мы получили И не будем Подобно детям Колебаться И увлекаться Всяким учением На то и даны Дары Чтобы строить И утверждать Дабы не колебалось Здание Словами Дабы мы Не были Более Показал Что прежде Они были Таковы Включая Даже и себя Самого Чтобы Не упреками А добротой Исправлять А говоря Колеблющимися Показывает Какой опасности Находятся Души Нетвердых В православии И Выражаясь Образным Языком Называет Ветрами Различные Учения Словом Лукавые Называются Те Которые Получали Прибыль От игры В кости Таковы Лжеучители Которые Обращаются С людьми Очень простыми Как с костями Как им угодно И так Не будем Говорить Вращаться В этом Лукавстве По хитрому Искусству Обращения То есть Вращаться И склоняться К тому Чего желает Обольстительное Коварство Лжеучителей Ибо Все И все Их искусство И хитрость Направлены Ни к чему Другому Как к обману И прекрасно Добавил Человеков Так как Дело Божие Не заключает В себе Лукавства И обмана Ну я вот это место Читаю Толкование У меня на месте Лжеучителей Всплывают Вот эти Вот хихикающие Священники Прямо По аналогии То есть И Действительно И те Обманывали народ Обольщали И эти Обольщают А все Можно Экономия Это уже Все Все Можно И те Все Можно Действительно Вы спасенные Распасенные То все Можно Вот Не дождешься Не Будет Выдумывать Поэтому У них нет здравого и устойчивого. Мы же, будучи искренними в любви к Богу и к ближнему, не ложное имея учение и живя нелицемерно, ибо здесь, кажется, он дает и уроки жизни, да возрастим во Христа все наше, и жизнь, и догматы, ибо с ним, как главой, мы должны сообразовать все свое, чтобы не приносить ничего несогласного и не гармонирующего с главой, но все иметь возвращенным по нему. Не возвращенного, а возвращенного, слово возрастать. Вопросы. Да я много уже говорил, то пусть кто-то еще скажет. Как-то и неудобно даже. Тут много можно сказать интересного, пусть кто-нибудь скажет. Истинную любовь и все возвращали в того, возвращали, интересно, который есть в глазах, в главах Христоса. Опять же, здесь и жизнь, и догматы, то есть и каноны, и жизнь, все должно быть в гармонии. Но каноны отбросили, жизнь... Да кто, когда жил по Евангелию, прямо говорят, так и не боятся. Но это когда было? А что изменилось? Бог вчера, сегодня, и вовеки тоже. Почему он? Был веселый завет, стал новый завет. А что теперь суперновый наступил когда-то, а мы почему-то об этом и не знаем. Когда он... Когда вы... Объявили-то о нем, что сейчас... Нет. Все, церковь была на колонне, все издавал. Все, все посерили. Все. Ну, почему никого нету? Я хочу тогда обратить внимание на того, что возвращали в того, который есть в главах Христос. Очень интересный перевод, обращение. То есть, как будто бы Христа мы знаем, а теперь ты должен все делать такое и сравнивать, такова ли эта часть той, которая аналогична у Христа. Вот говорят, люби ближнего, как самого себя. Ну, вообще-то, ну, здорово. Я люблю спать долго, и, кого я люблю, пусть он спит. Я посты не соблюдаю, ну, гастрит, перитонит, там, что угодно. Но я и ближнего так же люблю. Да ладно, посты это по старинке было, пусть мусульмане постятся. А нам это не надо. Нам зачем герои? Это у них там семилетние себя подрывают-то. А мы себя будем беречь. То есть... А теперь смотри, твоя-то любовь сходится со Христовой, когда он жизнь жертвует для спасения, не для подрыва кого-то. Если ты хочешь быть мужественным, слово мужество, посмотри, куда оно приводит. Оно делает героем. О чём пророк Иль говорит в 3.10. Итак, Господи, веди туда твоих героев. Твоих героев. Божьих героев. А божьи герои, они жертвуют собою. Они на самом переднем крае, в самом трудном участке сделают прорыв. Но где это как? Ну, вот так. Ты пришёл в храм, ты видишь, какой беспорядок. Теперь стой, молись и думай, а как к этому избавиться? Порядок всегда один. Поговорить со священником. За тем, кто смотрит. Далее ты выходишь на тропу войны и начинаешь говорить. Вот в церкви ничего нельзя снимать. Ну, я-то тоже под это попадаю. Храм-то не наш, а по-кровски собор. Но, однако, вот вышел он. В это время, когда мы там были, на Благовещении, а вышел отец Сергий Беляев, бывший секретарь-то, он не раз в Потеряевке был. Думаю, если я пойду сейчас снимать, то обязательно будут лезть все эти прихожане его, кто свечки гасит-то, кто агарки ворует. Я подошёл к нему, я говорю, отец Сергий, тут поснимать хотелось в этом отделе икона, а потом я на улице прокомментирую. Да какой разговор, да снимайте. И обрадовался, весёлый такой. Ну, вот и всё. Я тоже не так. Ага, мне в прошлый раз филарет разрешил, а я теперь романах. Он после этого секретарь был епархии, метрополии. А теперь я, нет, я спокойно подошёл, ну, лишний раз поздороваться, а потом это и сказать. А теперь дальше уже с ним стали говорить. Когда они были за столом, поели у батюшки там, что там батюшка приготовил-то. И тогда владыка сидит по закону, я спрашиваю, владыка, можно слово сказать? Он улыбается, да говорите. Ну, и дальше он и на службе-то просит сказать, и здесь это Бог сделал. Бог. Это великое чудо. А теперь пишет бывший начальник комиссионерского отдела, его там разжаловали до рядового, Степаненко Максим, он крещение принимал. И когда народная линия, русская народная линия запросила местную метрополию обо мне, когда мне летом, в прошлом 16-м году, в августе месяце, в июле давило Роспотребнадзор-то, ну, и те запросили характеристику на меня. Он дал характеристику-то какую? На бланке, с подписью. А Максим-то Степаненко говорит, вот, посмотрите, как архиерей заступается, какую характеристику даёт? Чужому. А у нас свой, своёму не может дать. Я не ожидал, что такой ещё выход будет. Но, правда, одно слово женщин, которые без мужа наживают, он назвал их «Б», на букву «Б». Хотя слово это церковное. Ничего там нету. И мягкий знак поставишь, и зазвучит нормально так. Его сняли, потому что женщины там подняли гвалт. А почему? Да подкаблучники. Испугались женщин, мужчины. И поэтому у нас всё же женское, говорит, бабий храм-то, а не мужское сегодня один-то и говорит так. Поэтому такие немужественные. Ну и сравнение не надо нигде брать. Мусульмане рядом с нами, мужчины где-то отдельно. Четыре жены, и все по ниточке ходят. Ни одна не выйдет никуда. А это размазали всё православие-то. Ну и ты скажи. И священники ещё на улице, мы продолжаем говорить. А отзывы такие, как так? Это мирянин, простой человек. И так обличают там всех, и архиерея, и митрополита. Я об этом не думал. Я желал сделать добра. И все поняли. Это по любви. И вот здесь говорится, чтобы истинной любовью возвращали расти. И проповедь, и намерение, и поцелуи во Христе. И прощание, как архиереи уезжают, улыбающиеся, ещё раз поцеловались, садится и рукой машет. Ещё раз благословляет. Ну ты сам свидетель. Ролики поставлены. Вот это во Христе. А как? Да это был другой архиерей, который, говорит, начинал и кончал любое совещание пархиальное вами, пока по вам не пройдётся. А в конце патриарх ему сказал о нас, и он мигом готов на вертолёте полететь. Батюшка говорит, садиться некуда зимой, когда были в епархии-то. Вот как дело делается. А почему? Работать надо. И всё равно Бог будет показывать. Могло и не быть такого у нас архиерея-метрополита, какой сейчас. А чьи вы? Да чьи митрополитщи? Мы одна душа с ним. А завтра может он измениться, пока не было этого. Я ему сказал, смотрите, чтобы заощи нас не разлучили. Да вы что? Да меня уже и пока так пальцы сделал над собой. Во, рогами стучит, говорит, чтобы я вас анафеме предал. Конечно, если во Христе всё возрастает, оно и в нём будет так же. И это ему Бог напомнит за его честность, правдивость и прочее. Поехали. Ефесянам 4.16 Из которого всё тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. толкованием. Мысль этого места такова, хотя и неясно высказана, как в теле дух, нисходя из головного мозга по нервам, не просто сообщает всем членам чувствительность, но сообразно свойствам каждого. Одному, способному воспринять больше, больше, а способному воспринять меньше, меньше. Так и Христос нашим душам, которые суть его члены, раздаёт свои благодатные дары не просто, но при действии в свою меру каждого члена. то есть сколько каждое в состоянии вместить и таким образом всё тело получает приращение для созидания самого себя в любви. Да иначе невозможно воспринять вспоможение свыше нисходящего духа, который нас оживляет и возвращает, если мы не будем соединены и объединены любовью, как одно тело. Подобно тому, как если бы примерно рука, отделённая от тела, не могла бы более воспринимать воздействие от духа, потому что она отрешена от тела. Так и мы, если не будем иметь единения, не получим исходящей от главы нашей Христа благодати духа. Для того то и сказал, тело составляемое и совокупляемое, чтобы показать, что члены не просто положены один подле другого, но соединены между собой и каждый занимает своё место и не вывихнут и не обезображен. Итак, наше дело самих себя скреплять и соединять посредством любви, а дело Христа главы нашей не спасывать духа. Итак, вся речь о смирении и единении. Слова же посредством всяких взаимно скрепляющих связей показывают, что дух с большой буквы развиваемый и подываемый головой Христом осезательно касается всех. Итак, тело растёт и созидается через то, что подаяние духа касается членов и что он действует в них, ибо сие значит три действия или что им означает силу действовать. Вопросы есть, пожалуйста. В Ефесянам 4.17 Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего. Толкование. Учителю свойственно не только увещевать, но и устрашать, показывая, что сам Бог предстоит своим ученикам. Так это и делает здесь Павел. Заклинаю вас Господа, то есть привожу свидетелей Господа, что я не скрыл от вас, что следовало сказать. Или сказал, не живите так, как вы живете, чтобы не уязвить их, но как поступают прочие народы, примером других, возруляя их. По суетности же ума поступали, потому что служили идолом, были рабами страстей и предавались свете мира. А то, что называется суетой, потому так называется, что мы пользуемся им суетно, ибо не по своей природе оно суетно, так как все создано хорошо весьма. вопросов? Вопросы? другой глаза протирать только может, третья рука палец скрепляемая, это один организм, церковь, ну нет этого, нету, вообще нету. Там, где община есть, там, да. вот почему все не скрываем-то, я же понимаю, допустим, записывая утреннюю молитву и другое, не потому что хорошо, а потому что что-то. Нас не будет люди увидеть, что православие можно создать и общие молитвы, и общая беседа, и богослужение идет, и ничего не выбрасывается, и священник с нами, и не хорхоборствует, и никакой торговли нет, за таинство нигде не берут, батюшка едет бесплатно, и введена и люди-то еще этого не понимают, и сегодня понимают, уже прямо пишут, а это единственное, может, во всем мире община появилась за 2000 лет, притом самое странное и страшное то, что у нас запрещено к себе звать, звать, община евангелическая, раздаем Евангелие и всех направляем в храмы тех, которые больше всего нас ненавидят, в доме любящих меня били, а чего у меня рубцы, в Писании говорится, я говорю, о патриархийных, 53 года я людей направляю только туда, и они самые лютые, это высшая награда готовит Бог, так должно быть, это подражание Христу, Он умер за нас. Алло, да, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, я немножечко припоздала сегодня, я вот это само увидела ваши данные и хочу вступить и изучать бедные, поиски. Ну, и суха Христова, вступайте, изучайте, в принципе, уже вступили и изучайте. Так, у нас час прошел, мы с шести занимаемся, у нас уже семь времени, и по традиции, в последние полчаса у нас отводится на вопросы и ответы. То есть, вы можете задать любой вопрос, какой вас волнует, и мы постараемся вам ответить согласно Библию. Вы пока не подготовлены, знаете. Ну, хорошо, к следующему занятию подготовьтесь, и еще у нас, если вы не говорите, то вы отключайте микрофон, потому что шумы бывают посторонние, и у нас все слышно, что у вас происходит в комнате, поэтому у нас принято микрофоны отключать. Я разменяла. На будущее. Так, вы работаете по среду, пятницу и воскресенье. Еще пятница у меня день, нас с вами встретится. Время должно. И воскресенье. Да, да, да. И воскресенье, да, на среду я уже воскресенье. И скажи, что каждое утро молитва общая. А на сколько времени? По-нашему 4.45 утра. По Москве 45 минут. В ночь 45 по Москве. А какие вы молитвы читаете? Утренние, да? Да. Вот сейчас пасхальный канон до вознесения читается. Псалтырь и поучение. Псалтырь, да, и поучение еще. А потом, когда Тихонич еще насчитывает события дня. Все, что за день произошло, он озвучивает очень интересно, что там происходит. мы по-настоящему. Спасибо. 4.45. Всего доброго, до свидания. Вы можете еще поприсутствовать, если у вас есть желание послушать ответы, вопросы. Если вопросов не будет, то мы дальше будем изучать видео. Нет, вопросов у меня лично нет, я не подготовлена. Я вас долго искала, вот только сегодня нашла, а то у меня все не находит, не находит по-настоящему. Всего доброго, я слушаю тебя. Я вам на связи. Хорошо. Так, вопросы у кого-то еще есть? Так, если вопросов нет, то пойдем дальше по посланию к Ефесянам. Ефесянам 4.18. Будучи поврочены в разуме отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Толкование. Хотя и сиял свет богопознания и чистой жизни, но они омрачили себя, обессилив душевное зрение мглой страстей и житейских попечений. Да, великий и неудобно проходимый поток представляют страсти и верские заботы, помрачающие разум. Посему, живущие так и отчуждены от жизни Божьей, то есть от жизни по Богу. Потому что жизнь разумная состоит в том, чтобы уразумевать истину, а слепой по отношению к ним в подлинном смысле и не живет, так как истина есть сущность и свет разума. Итак, если они находятся в неведении, за что же ты их винишь? Не сведущего должно научить, а не обвинять. Но это неведение, говорит, произошло в них вследствие ожесточения, то есть бесчувственности, а бесчувственность вследствие наклонности их к нечистой жизни, так что они достойны обвинения. Да послушай их, что дальше следует. Эписянам 4.19 То есть сейчас я понимаю, речь идет от апостола Павла пишет Эписянам и в пример ставит им не поступайте так, как прочие народы. И вот сейчас про эти прочие народы он и рассказывает им, чтобы оградить их от этой беды. Эписянам 4.19 Они, то есть эти народы, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают так, что делают так, микрофончик выключили, длина от вас шумели. Мехо какое-то. Вы умеете микрофон отключать? Так. Эписянам 4.19 еще раз повторю. Они, дойдя до бесчувствия, предались распусту так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Толкование. Не видишь ли, что по доброй воле они сделали столь бесчувственными? Дойдя до бесчувствия, то есть совсем разленившись и не желая делать ничего доброго, дойдя до полной бесчувственности и как бы обезумев, предались распутству. Для чего же? Чтобы совершать нечистоту, потому что ее нечистоту поставили себе занятием и беспрестанным делом, и не один вид ее, но всякую. Как же после этого могли они не потерять чувствительности, предавшись всякого рода нечистоте? Ибо нечистая жизнь есть причина и лукавого учения, и приводит к непониманию всего хорошего. Поэтому, когда в другом месте услышишь, что Бог предал превратному уму, римлянам 1.28, помни и эти слова, и сопоставляя то и другое, разумеет, что Бог называется предающими тех, которые сами себя предают, то есть попустил и оставил их, так как они сами сделали себя достойными этого. И даже выражением с ненасытимостью указывает на добровольную в них бесчувственность. Ибо, говорит, им можно было и деньгами, и удовольствиями пользоваться умеренно, а они, предавшись неумеренности, во всем огрубели и стали бесчувственными ко всему доброму. вопросам. Продолжим. Ефесянам, 4 глава, 20-22 стихи. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе отложить прежний образ жизни ветхого человека, истревающего в обольстительных похотях». В таком-то положении находятся язычники, но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, то есть после того, как познали Христа. И не сомневаясь, но вполне уверенно говорит так, «Ибо в том и состоит познание Христа, чтобы жить добродетельно, равно как и худо живущий не знает Христа. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются». Послание Акиту 1.16 Секундочку, прошу прощения. Слова же «Так как истина в Иисусе понимает так, не как язычники ходят, как бы и вам в том же оставаться, ибо не суета дело Христово, но истина, учение и жизнь. Грех есть ложь, так как лишен существенности и не имеет цели. Добродетель же истина, так как устойчиво и имеет цель». Чему же вы научились? В чем состоит Христова истина? В том, что вы отложили ветхого человека, то есть обычаи прежней жизни и жизни ветхую и повинную греху. Дворяка это можешь понимать. Или так, как похоти тлеют, как и сам человек, то есть рассудок расслевает. Таким же образом похоти тлеют. От болезни и старости увядает красота и крепость точно так же и вообще все наконец-то разрушается смертью. И во тот день, говорит Давид, исчезают все помышления его. Псалом 145 4 Или же в похотях сказано вместо от похоти, так как от них раскрывается ваш ветхий человек, как хлопчатая бумага и железо, от чего рождаются, от того и гибнут. Ибо и любовь славит, губит, что касается души, всегда, но бывает иногда и телесно, и удовольствие тоже. Прекрасно же назвал и обольщением наслаждения, происходящее от них. Ибо все это есть подлог и обман, потому что удовольствием только представляется, а в сущности есть горечь. Обольщение в том и состоит казаться одним, быть другим по вопросу. Игорь Тихонович, мы по этим местам за это место выхватывается адвентисты седьмого дня и свидетели Его, называемые. Вот, говорит, исчезают все помышления Его. Речь идет о теле, а душа, она никуда не уходит, а только в то место, где ей должно быть. Исайя 14 глава ради тебя и дальше говорится, какой там разговор идет. 16 глава Евангелия от Луки говорится, Лазарь, умерший, умер Лазарь, и ангелы отнесли его, умер богач и похоронили его. У богача речь ее только о теле, потому что душу не признавали. А теперь, оказывается, непризнанная душа, и она там разговаривает. Вот так что не исчезает помышление в душе. Речь идет о теле, нужно научиться разделять. А как говорит о похотях, ну тут уже спрашивают иногда, как на молитве сделать, чтобы ни о чем не думать. Да никак не сделать. Ты обязательно будешь думать. А вот предыдущие, какие твои дела, вот они тебе будут напоминать. Если ты делал доброе дело, оно как раз на молитве и будет, а как его лучше сделать? И на молитве подойдет мысль, она тебя не смутит. Ты прямо к Богу эту молитву, то, что мысль приходит. А когда головой где-то крутит, думаешь-то не о том совсем. Когда мне вопрос задавали, как избавиться, никак не избавишься, потому что, ну как ты избавишься-то? Ну и о Боге думать будут. Две минуты о Боге, 22 о деле. А ты включи, чтобы в деле твоем участвовал Господь. И на молитве ты все это и представляй, куда ты едешь, с чем едешь, кто ждет, что сказать. На суде обдумывать не надо, там поздно. А здесь ты можешь обдумывать. И на молитве это открыть перед Богом. И Бог даст мысли, укажет местописания, какие тебе прочитать. Нас учить надо еще молиться. Молитва – это главное. Молитва – это связь с Богом. А эта связь, она обязательно, ну не сегодня, а завтра, но когда-то ответ должен быть. Именно ответ. О чем ты просил, и вдруг это есть. Мне недавно было, лет пять уже, одного священника, очень хотел бы услышать, где он находится. Совершенно потерянный. Только помолился. Смотрю, в интернете он на меня выходит. Я говорю, а почему ты вышел? Не знаю, как-то сердце забеспокоился. Вот и все. Это ответ. Если ты знаешь, то делами отрекаться никак не будешь. Делами, наоборот, будешь утверждать. Я твой. Сделал бы так. У меня есть сила отомстить, но я не сделаю это, потому что я Бог. С Богом знакомый. Вот один попал на необитаемый остров-то. Ну, Бог нас называет такими. Говорит, все вы Боги, но все вы умрете. И он, когда отогрелся, его спасли, он видит дикари, одни повязки набедренные. А потом, глядит, они запели песни, он эти песни в Англии слыхал. Я-то безбожник думал, хоть здесь я не буду этих видеть дураков-то. Оказывается, и здесь. Они говорят, конечно, мы дурные. Английский язык даже немножко знал один. Но, говорит, если бы вы к нам попали сюда три года назад, мы бы сейчас жарили из вас шашлык сделали. Тут было крушение, и попал к нам один человек. И он нам все рассказал о Боге, который стал как человек и умер за наши грехи. И он там, на этом острове, живя, ожидая, когда появится корабль, обратился к Богу. Вот такой рассказ интересный есть. Знать Бога, знать Бога, это через кого-то, где-то какое-то откровение, где-то гром грянет, где-то тишь тихий ветер подует. Ты во всем должен его увидеть. Знать Бога, там меня Господь спас. У меня много разного было несчастья-то. Бог спасал. Но особенно одно, когда воду набирали, ребенок не удержал плягу, она упала. А я стою на разрезанном электросваркой большой трубе, в которой воду наливают для скотины, и голыми ногами стою. Ногу отрубила бы сразу. Она упала рядом в сантиметре. А у ней, как ребро у фляги-то внизу стоит на чем. Полная с водой. 60 килограмм рубанула бы по ноге. И нигде никого нету. Степь. Бог что сделал? Так я по сегодняшний день все еще содрогаюсь. В Боге возрастать, это благодарить научиться. Во Христа это знание от Бога дается. Ты включи Бога во всю свою жизнь и смотри, как это будет. Кто не знает, еще раз повторю, у нас самая длительная поездка была, миссионерская, когда мы проехали Турцию, шесть мусульманских республик, но прошли Европу, Афины, посмотри, где Афины, и вошли через Испанию в Португалию. От Тихого до Атлантического океана прошли. И машина сломалась в Швеции. Как удивительно все было. Никого нигде нет. Более безвыходном положении в жизни никогда не был. Все-таки полицию на нас один вызвал. Есть деньги? Есть. Вот деньги у нас. Все, вызываем эвакуатор. Он привез. Дальше-то не знаем, что делать-то. И стали молиться. Я говорю, ничего не надо делать. И вдруг появляется человек и говорит, а у нас здесь русские есть. Я их сейчас вызову. Вызвал их, и что интересно, Надежда и Людмила. У меня жена Надежда, а у батюшки Людмила. Русские люди, до того добрые, а у нас деньги русские-то есть, а надо евро. Я говорю, русские деньги. А мы, говорит, едем в Россию, давайте мы вам обвиняем на кроны, на их, на шведские-то. Все сделали. И нашли того же эвакуаторщика, который нас привез в этот город, карст какой-то ровый, и посадили, и тогда уже нас в Дайклайпеда, оттуда уже вызвали. Один наш знакомый оказался в Испании, он дал указание в Калининград, и за нами эвакуаторы потащили. Вообще ничего не знаем, никого не видим, а один другому там. И отремонтировали, и дальше пошли. Потому что за рубежом русскую газель не могут ремонтировать. Слишком сложная машина наша. Почему? Все в Боге. Так с кем мы встречались, всем подарки и книгами сделали-то, а иначе бы никогда не были. Да полный комплект еще, да библиотеки. Да в Прибалтике да везде оставили Швецию, Норвегию, Финляндию, Данию. Да в Королевской библиотеке еще побывать. Вот как Бог сделал-то. На нашем неразумии Бог так выстроил все. И у нас благодарность была и засыпали спокойно. И как нас пугали разными странами, как Швеция, оказалось все наоборот. И Польша одна из самых легких стран. Хотя нас пугали. Почему? Бог. Вот понимаешь как? И тогда возрастяне в Боге у тебя еще больше доверия, и слово твое, и опыт, и подарки. И они не знают нас чем напоить. В Турции было, когда русская мафия нас задержала там. Вырвали нас от нее. Турчанки помогали там на пропускном пункте, на таможне-то и напоили, и все. Вот что Бог делает. Нам есть что вспомнить. Вспомнишь, и на душе легко, и спать ложишься, еще раз улыбнешься. Это возрастание в Боге. Я когда обидел, где-то не додал, и так бы не узнали, да прячутся все время ники, аватары разные. Черт прячешься-то? Своё имя забыл, как? А то христолюбцы, свет Христов, Божья воля, мошенники. Как ты можешь себя назвать христолюбцей? Тебя могут назвать, а ты-то ничего себе сохрани Бог. Пошли. Христалом 4.23 Обновиться духом ума вашего полкования. Чтобы кто-нибудь не подумал, что будет другого человека, он говорит обновиться, то есть само обвешавшее обнови и сделай другим. Так что предмет один и тот же перемена же только в характере и мысли. Каким же образом могло бы произойти это обновление? Через Святого Духа, который поселяется в нашем уме, потому что Дух не терпит ветхих деяний. Сказанное такое имеет смысл. Обновляйтесь духовным обновлением в уме вашем, а не телесным и в теле происходящем. Эфессиалом 4, 24. И облечься в нового человека, созданного по Богу, праведности и святости истинным. Полкование. Видишь ли, предмет один, который вовлекает себя и обликается. Но одежды различны именно порог и добродетель. Ибо как легко раздеться и одеться, так же легкий порог и добродетель, если пожелаем. Почему же представляете порог и добродетель под образом человека? Потому что делами характеризуется человек и они не менее естества показывают человека добрый ли он или злой. Итак, новый человек это обновленный крещением, который должен быть и крепким, и не имеющим повреждения, и здоровым, ибо все это свойственно молодости. Этот человек говорит, создан не по похоти, а по Богу, то есть от Бога то создание, которое Ему благоугодно, в купели не от воды и земли, но в праведности и святости. Ибо в том сущность такого человека. Правда вообще добродетель, так обыкновенно мы и называем праведным человеком безупречного. И Господь говоря, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и хорисеев, Масея 5.20, разумеет здесь всякую добродетель. Святых же есть чистота и исполнение всего должного. Как, например, по отношению к умершим мы говорим, когда кто по отношению к ним исполнил должное, я отделался, все совершил. Но так, как в Ветхом Завете говорилось о правде, то он говорит, что она была образом этой праведности. Я же говорю тебе о правде истины и Евангелия. Или в противоположность наружной и лицемерной правде он оказал на правду истинную. Хотя сей человек и создан в крещении и в правде и преподобии, но ему и теперь следует облекаться ими через жизнь и дела. И когда ты слышишь, что должно облечься, то уже помышляй, что никогда не следует разоблачаться, как и сказано. облечется проклятием, как ризою. Псалом 108.18 И ты одеваешься светом, как ризой. Псалом 103.2 И мы имеем обыкновение говорить, какой-то надел на себя личину такого-то. Вопросы? нигнать тихо, что-то прорезь со новым человеком. Так, что нужно? А рождение свыше говорится или это что-то другое? на какое ты место говоришь о рождении свыше? о каком месте хочешь сказать? Облечься нового человека? Ну, это новые, созданные по образу Божию. Я к тому говорю, что ефесянам послание, когда беседуешь с попами, которые оправдывают любое беззаконие в церкви, им считать нужно послание к ефесянам. Начинаю с 4 главы. С этой главы их не надо выпускать. Скажите, где у вас это есть сегодня? Где? Они тогда... Ну, раз все знаешь, почему ты не священник? Почему не священник? Я не устроился и в полицию, не стал милиционером, не стал военным. У меня свое место. Ты на моем месте не будешь жить, как я живу? Тебя на день не хватит. А у вас там очередь, конкурс. Это только рожденный свыше может сказать, что Бог ему открыл эту истину. почему рождение свыше не пропадуется в храмах? Почти нигде. Почти. То есть очень и очень редко и особенно только те священники точно объясняют, которые пришли из протестантов. Ты хочешь узнать, что зарези в гугл Геннадий Фаст рождение свыше и лучше у тебя ответа не найти. Ну все? Так, еще две минуты. Вопросы есть? Вопросов нет. Фессианам 4 25. Спасибо отвергнув ложь. Говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг к другу. Толкование. Сказав о весом человеке вообще, потом описывает его и по частям. И, во-первых, устраняет ложь в отношении друг к другу. И, что особенно важно и способно пробурить стыд, потому что мы члены друг к другу, как бы так говорят. Неужели глаз, увидев зверя, лжет ногам и препятствует им бежать? Или же нога, ощутив глубокий рог, скрывающийся под тростником и землей, неужели лжет и не дает знать глазу, чтобы он посмотрел в другую сторону и нашел обход? И вообще, во всем ты найдешь то же самое осенил и мы так же не будем лугать друг к другу, ибо мы члены одного тела. Давайте помолимся и поблагодарим Бога. Светися, святися, доли Иерусалиму, слава Бога Господня, на Тебе восьмия, никуда не веселись о силуне, Ты же чистая красавица Богородица, а восстань и Рождество Своим оттуда. Знаете, кихом с молитвы. Отец наш небесный, мы предстали перед Твоим милищем, чтобы вас благодарить, за Твое долготерпение и любовь к нам, что снова позволил нам углубиться в священное Писание, данное нам для спасения. Благодарим Тебя за Дух Святой, сошедший с небес, наставляющий, открывающий истину. Пробуди, даруй духовное рождение патриарху, епископам, священникам и пастве. Господи, возвысь веру православную, а замысел рейтюков ничто преврати. Приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную. И даруй мир Израилю, Россию, Украине, Сирии, где война идет. Тебе, Господи, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Аминь.